Вы точно уверены, что укрепить и сохранить свое здоровье можно только лишь с помощью постоянных тренировок в спортзале и строгой диеты? Есть способ проще. О нем поведал миру Кацудзо Ниши, японский ученый, мастер айкидо и создатель необычной оздоровительной системы, для которой потребуются только наши ладони. Рассказываем об уникальных упражнениях прямо сейчас. Откуда черпать жизненную энергию? Решили начать новую жизнь с понедельника и заняться своей фигурой? Похвально. Отправляясь на пробежку, мы, воодушевленные и целеустремленные, уже мечтаем о том, как слетают лишние килограммы. А мы буквально наполняемся здоровьем и легкостью. Что происходит на следующее утро? Оказывается, организм после такой встряски не готов сотрудничать с нами в вопросе похудения. Тело ломит, мышцы ноют, да и настроения снова покорять дистанцию нет никакого. Все потому, что наш организм подстраивается под наши привычки. Если его до этого момента не особо тревожили активными нагрузками, то он понимает, что нужно обеспечить нам максимально безбедное и приятное существование в условиях малой подвижности. Мышцам не обязательно быть в тонусе, тело не требует движения, внутренние органы спокойно функционируют, постепенно обрастая уютным жирком. Здоров ли при этом человек? Вряд ли, ведь клетки его обновляются реже, органы и системы не получают достаточной энергии, постепенно теряя свою функциональность. От этого начинаются сбои в их работе и, как следствие, болезни. Ученый из Японии, автор уникальной системы оздоровления Кацудзо Ниши, напоминает, когда мы пытаемся встряхнуть состоявшиеся ткани с помощью физических нагрузок и пробудить в них жизненные силы, то замечаем, что эта физическая встряска помогает не всегда. Он уверен, что заботиться о своем здоровье нужно всегда, а не только изредка вспоминая о пользе физических упражнений и активного образа жизни. При этом не обязательно изнурять себя тренировками, достаточно поддерживать в своем организме энергию жизни, а сделать это можно с помощью простых упражнений с ладонями. Ниши напоминает нам. Весь мир – это движущаяся энергия, все живое находится в движении, а все, что не движется – мертво. Движение энергии – не что иное, как вибрация. Энергия бывает разных видов. Есть энергия света, энергия тепла, электрическая энергия. А есть энергия жизни, разлитая в мире. В Японии ее называют ки, в Китае – ци. У всех этих видов энергии есть что-то общее. Все они излучают определенные вибрации. Вибрации энергии ки являются целительными. Проникая в клетки и ткани организма, они оживляют их, наполняя жизненной энергией. Как наполнить себя энергией? С помощью вибраций, движения. Если клетки нашего организма застаиваются, не получая энергетической подпитки, то они быстро умирают. Питательные вещества в них не поступают, отходы жизнедеятельности не удаляются. Чем больше таких клеток, тем выше вероятность, что органы и системы перестанут нормально функционировать, постепенно истощая свои ресурсы и дряхлея. А вместе с этим и мы сами начинаем стареть раньше, чем задумала природа. Два способа восполнения энергетических ресурсов. Учитель Ниши говорит, что у человека в распоряжении два способа повысить вибрации энергии ки, которая призвана исцелять организм и заботиться о полноценной жизни. Во-первых, это постоянная физическая активность. Она помогает сохранять мышцы в тонусе, дает своеобразную встряску всем органам и системам, заботится о нашем хорошем самочувствии. Однако, как утверждает Кацудзу Ниши, выполняя физические упражнения, мы чаще всего не работаем со всем организмом, так как в большинстве случаев задействуются лишь поверхностные мышцы тела, а мышцы внутренних органов не получают необходимого количества вибраций. Что же делать? Как наполнить все клетки живительной энергии ки? Вариант с увеличением интенсивности физических нагрузок не подходит обычным людям, причем не только имеющим какие-то хронические заболевания, но и относительно здоровым. Не секрет, что у профессиональных спортсменов, рекордсменов, победителей Олимпиад и чемпионатов конкретно подорвано здоровье. Поэтому учитель Ниши рекомендует пять целительных упражнений с нашими ладонями, которые не только дадут встряску всему организму, но и наполнят каждую клеточку энергией, заставив ее вибрировать и наполнять нас здоровьем. Автор методики утверждает, через наши ладони проходит мощный поток энергии. Если эту энергию направить на определенные участки тела, то она создаст в нашем энергетическом теле весьма ощутимые вибрации. Вызывая такие вибрации в энергетическом теле, мы уничтожаем застой энергии в нем. И благодаря этому оживают и начинают вибрировать клетки и ткани тела физического. Ткани и клетки оздоравливаются и омолаживаются, так как застой энергии сменяется на ее нормальное здоровое движение. Приготовьте ладони. Пять оздоровительных упражнений. Кацудзу Ниши утверждает, что воздействуя на ладони особым способом, мы активируем все клетки нашего организма. Мельчайшие капилляры, расположенные близко к поверхности кожи, получают энергию практически напрямую, перенося их ко всем клеткам нашего организма. Клетки, в свою очередь, бесперебойно получают питательные вещества и своевременно очищаются от отходов своей жизнедеятельности. Конечно же, мельчайшие вибрации, получаемые клетками, пробуждают активность энергии Ки, которая наполняет нас здоровьем и желанием жить. Как правильно воздействовать на ладони? Учитель Ниши рекомендует пять простых упражнений. Упражнение номер один. Сначала аккуратно и нежно прикасаемся ладонями к лицу. При этом пальцы должны находиться на лбу, а ладони рук прижимаем к щекам. Закрываем глаза и представляем, что энергетический поток переходит из ладоней к лицу, концентрируясь на точке, расположенной между бровями. Так мы активируем третий глаз. Мысли при этом обретают ясность. Разум готов воспринимать информацию и помогать решать сложные задачи. Упражнение номер два. Переходим к области шеи. Ладони должны лежать на ней спереди и сбоку, а пальцы слегка обхватывают заднюю часть шеи, не соприкасаясь друг с другом. Мысленно активируем энергетические потоки, направляя их от теплых ладоней к шее. Живительная энергия наполняет каждую клеточку, снимая напряжение с мышц и даря свободное движение. Упражнение номер три. Далее спускаемся чуть ниже, активируя энергию Ки в области груди, посылая жизненные импульсы к сердцу. Ладони должны лежать по обеим сторонам грудной клетки, чтобы пальцы касались друг друга примерно в центральной точке. Снова закрываем глаза, представляя, как энергетические потоки наполняют сердце, согревая его любовью и радостью. Мы чувствуем, как наполняемся энергией, даря любовь себе, своим близким и даже всему миру. Упражнение номер четыре. Переносим ладони к солнечному сплетению, которое расположено под грудиной. Ладони снова располагаем по бокам, а пальцы рук смыкаем на точки солнечного сплетения. Продолжаем представлять, как энергия Ки распространяется по всему телу, добираясь до всех клеток нашего организма, оздоравливая их и активизируя. Ощущаем, как по телу проходит живое тепло, даря умиротворение и добро. Упражнение номер пять. Ладони перемещаем в область пупка, охватывая живот таким образом, чтобы пальцы коснулись друг друга прямо под пупком. Снова мысленно наполняемся энергией, теплом и светом, заряжаясь жизнью и здоровьем. Хорошо, если при этом мы будем ощущать приятное покалывание и тепло, которое постепенно переходит на все тело, наполняя нас целительными силами. Автор методики разъясняет, что для достижения оздоровительного эффекта необходимо заниматься этими упражнениями ежедневно, уделяя им всего лишь 2-3 минуты. Кацудзо Ниши говорит, благодаря этим приемам клетки начинают активно восстанавливаться, и весь организм молодеет. Упражнения с ладонями помогают снять напряжение с мышц, которое растрачивает резерв жизненных сил человека. Напряженный человек существенно быстрее изнашивает свой организм и стареет, а расслабленные мышцы помогают нам дольше оставаться молодыми. Попробуйте эти уникальные упражнения с ладонями и ощутите, как жизнь ваша наполняется энергией и здоровьем. Друзья, поделитесь своим мнением об оздоровительной системе японского учителя. Ну а мы желаем вам здоровья и долголетия.